Овечкин сделал дубль и обошел селяне в списке лучших бомбардиров НХЛ. Александр Овечкин забросил две шайбы в ворота «Баффало», но «Вашингтон» проиграл в овертайме. На счету россиянина уже 1457 очков в регулярных чемпионатах НХЛ. Минобороны Великобритании удар по Макеевке показывает, как непрофессионализм ведет к большим потерям России. На российской базе в Макеевке, в самопровозглашанной ДНР рядом с жилыми помещениями военных, вероятно, хранились боеприпасы, которые сдетонировали при ударе в СУ и вызвали новые взрывы. Об этом Министерство обороны Великобритании пишет в своем ежедневном обзоре. Полиция Невады, Джереми Реннер попал под снегоуборочную машину, пытаясь помочь застрявшему в снегу родственнику «Жизнь на ДТФ». А сам актер опубликовал в соцсетях первое фото после несчастного случая. Рекорд, защитник, Бенфики, товарищ, близок к переходу в «Спартак». Защитник Лиссабонской, Бенфики, Томаш, товарищ, близок к переходу в «Московский, Спартак», сообщает Рекорд. На территорию Ростовской области залетел объект в форме шара, его подбила система ПВО. Технику заметили в 7 километрах от села Султан-Салы. Представлен OnePlus 11, флагман с улучшенными камерами Hasselblad по цене от 560 долларов США. В Китае официально анонсирован смартфон OnePlus 11. Как самарские военные спасали друга в Макеевке, 4 января 2023 года, 63.ru. Публикуем комментарий Дмитрия Азарова. Стало известно о местонахождении Анастасии Волочковой. О местонахождении балерины Анастасии Волочковой стало известно из публикации на ее личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании MetaPlatformas Inc. Признана экстремистской организации и запрещена в России. Потери штурмовых групп РФ в Бахмуте составляют 80%, раненых бросают умирать. В свою очередь украинские военные держат линию фронта и с нового года она не пошатнулась. В новогоднюю ночь загадал, чтобы чиновники FIFA и UEFA одумались. Романцев о российском футболе. Сегодня легендарному тренеру Спартака и сборной России исполняется 69 лет. Зеленский заявил о подготовке новых мобилизационных процессов в России. Президент Украины Владимир Зеленский 3 января упомянул в своем вечернем обращении новые мобилизационные процессы, которые якобы готовятся в России.